пункт выдачи озона яндекс маркет это реально друзья подвал это здесь нормально у нас время есть мы никуда не торопимся очень хочется поставить мебель и жить вы купили в янина у квс чем меньше вы вкладываете денег в квартиру просящий хвостик сустава здесь есть возможность вот смотрите вторую поставить отлично поэтому такой звук осмотрится прилично я вам скажу это целая история это целый квест ощущение общежития уходит теплый воздух так сэкономили конечно главное не смотреть вот так друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс континента расположен в поселке парглава по улице архитектора белова поселок парглава входит выборгский район санкт-петербурга и поэтому здесь друзья питерская прописка ближайшая станция метро комплексу парнас до которой один километр 700 метров комплекс состоит из шести зданий и трех очередей строительства первые два дома застройщик сдал 17 сентября 2021 года а заключительную третью очередь 20 октября 2023 года с детским садиком на 150 мест в комплексе 2004 квартиры и 254 машин и место в подземном паркинге часть этих парковочных мест с механизированными подъемниками то есть место одно а по документам 2 квартиры в комплексе представлены от студии до 3 комнатных квартир квартир квартира графе комплекса выглядит следующим образом студии однокомнатные квартиры занимают 66 процентов от общего числа квартир 2 комнатные квартиры 28 и 3 комнатные квартиры 5 процентов квартиры застройщик передает чистовой отделкой 1 комнатную квартиру от застройщика на момент съемки можно приобрести от 7 миллионов 700 тысяч рублей что соответственно составляет 212 190 рублей за квадратный метр. А уже на вторичном рынке в этом же жилом комплексе квартиры хотят продать от 7 миллионов рублей, а в соседних комплексах цены еще ниже. Мы с вами во дворе между домами и обратите внимание как тут не так-то и много места как возможно бы и хотелось. Но вроде чувствуешь себя здесь знаете таким не скован, вроде все нормально. Главное не поднимать голову вверх. А когда я смотрел рендеры застройщика и фотографии, обратил внимание на ракурсы этих рендеров и фотографий, которые сделал застройщик. Вот как сейчас видите на камере смотришь и вроде так и глаз урадуется, все красивенько. Главное не смотреть вот так. А если обратить внимание на дворовую часть, то увидим да вот из детские площадки и дорога и местами здесь все забито просто машинами. Здесь мы тоже видим по периметру забора все в машинами. Уборка снега здесь я бы поставил бы управляющую компанию цифру 2, потому что его очень много, плохо все вычищено и можно это делать конечно намного лучше. Мы сейчас видим периоде трактор, где как раз происходит уборка зданных еще в октябре зданий. Фасад выполнен по технологии мокрый фасад. Штукатурка, сетка, утеплитель. Если обратить внимание, то видно что такой знаете иней есть на всей площади и вот такие кругляшочки. Это как раз грибочки, грибы так называемые, которыми крепили утеплитель в этом доме. Если поднять голову вверх, то вот эти кругляшки видны до самого верха. Еще один двор. Вот этот дом смотрится по цвету такой самый красивый, более теплый тона. Большое количество мусора. Странно, что сдали дом, а до сих пор мы не смогли мусор выбросить. Ну детская площадка, наверное, просто застройщик не смог найти дешевле производителя или дешевле оборудование для того, чтобы сюда это поставить. Ну как-то так, сэкономили конечно. Но зато здесь очень красиво все разрисовано. Как говорится, глаз радует. А тут у нас, обратите внимание, какие-то есть зеленые насаждения. Их вот так аккуратненько укрыли, чтобы они не замерзли. Хоть в чем-то молодцы. Входная группа, мы зашли в амбурт. Здесь уже, друзья, намного теплее. Обратите внимание на остекление. Много света, все в уровень, землей. По мне, неудачно сделана кнопка для выхода. Она вот здесь спрятана, сразу и не найдешь. Мне кажется, что она должна быть вот здесь, где как раз ручка двери. Ну это, мне кажется, логично сделано. Все здесь достаточно аккуратно, придраться не к чему. Почтовые ящики, я бы, наверное, предпочел, чтобы они были серебристые. Ну здесь застройщику видны виднее, сделали вот так. Ну смотрится нормально, все хорошо. Вот у нас уже авангард пришел в приемку квартиры. Смотрите, мы сейчас с вами пройдем в скором времени квартиру. Здесь мы тоже видим большое количество стекла. И это здорово. Обратите внимание, какое большое расстояние. Здесь, наверное, порядка трех с половиной метров, а может быть даже все четыре. А здесь красивая пану с кенгуру. Такие просторы. Здесь все в зелени. И почему-то резко все сужается. Обратите внимание, друзья, вот стенка и вот почтовые ящики. Блин, почему шире было нельзя сделать? И вот представьте, навстречу вам идет девушка с коляской, в которой ребенок, и вам просто нужно выйти из этого помещения, чтобы ее пропустить, либо попытаться вжаться в стенку, чтобы можно было проехать. Ну, по мне, как-то они здесь не подрасчитали. А сейчас зима, холодно. Если обратить внимание, что либо дверь плохо настроили, либо она уже кривая завода. И, соответственно, слышно, как отсюда просто уходит теплый воздух, за который уже платят жильцы. А вот так, друзья, выглядит лифтовой холл. Обратите внимание, три лифта. Два, я так полагаю, пассажирских и один груза пассажирский. Большущее зеркало. Ну, все неплохо, не считая системы для пожаротушения. Странно, что управляющая компания поняла, нет никаких ответственности пожарной безопасности. Вместо рукавов и заглушек, а нет, есть муфта, есть все, извиняюсь. Вместо рукавов здесь вода, перчатки и остатки пены. Ну, и здесь у нас, друзья, аналогичная картина. А мы с вами в современном лифте. Обратите внимание на шляпки от черных саморезов. Ну, как это круто смотрится. Я, это так, обшел застройщик или уже управляющая компания. Кто знает, напишите, друзья, об этом в комментарии. А лифты-то у нас Steinberg, если не ошибаюсь, немецкие. Странно, что не разговаривают. 25 этажей в каждом доме. Выходим. Указатели, что 17 этаж просто по третофорету нарисовали. Штукатурка, знаете, такая шершавая, что можно руку поранить. Здесь мы видим, что в две стороны у нас выход в квартирные коридоры. Ну, стандартные колпачки почему-то защитные не сняли с датчиков. Ну, и вот этот вид меня, честно говоря, не радует. Друзья, прошу прощения, вот туда выход к квартирам, а здесь выход на переходной балкон. Вот выход написано, а вот здесь указатели, что это квартиры, почему-то нет. Я вот сразу даже и не понял. Как только сюда заходишь, сразу, знаете, такое ощущение общежития. Но зато достаточно широченный коридор. Всем здравствуйте. Я дольщик ЖК «Континента», третьей очереди «Корпус Е». Принимаем студию 23,3 квадратных метра. Повторная приемка с компанией «Авангард». Что было на первой приемке? Что не устроило? Были расхождения по обоим, стыки были. Потом в этом месте был ламинат. Он стоял то домиком, то были провалы были. То есть перекладывали ламинат. Продувы были в балконной двери. Битое стекло дальнее балконное. Он был полностью под замену. Плитка была в сколах в ванной. И там был сломан вообще замок ламинат в коридоре. То есть, я понимаю, достаточное было количество косметических недостатков? 33 замечания. 33 замечания. И плюс вопросы были к окнам по настройке и замену стеклопакетов. Да. Мы с тепловизором проверяли. Небольшие продувания есть, но они, в принципе, незначительные. Потому что мы потом будем менять процесс окна на теплые, чтобы сделать там живое помещение. Поэтому не критично это. Вот. Сколько времени прошло после того, как вы первый раз принимали и второй? 25 ноября мы первый раз принимали. И вот 5 декабря мы снова приехали. А, то есть они, получается, быстро устранили? Они вам сами позвонили, что мы все устранили? Нет? Это целая история. Это целый квест. Рассказывайте, рассказывайте. Это был целый квест, но мы нашли вот Николая, который представитель КВС, прораба Илью. И мы с ними обменялись телефонами, и они достаточно оперативно делали. Ну, конечно, не без моей моральной поддержки, так сказать. А если, например, вернуться вот сейчас к покупке квартиры, как подходил к вам застройщик при покупке и при сдаче квартиры, есть ли какая-то в этом разница? Ну, понятно, сдача, она всегда им тяжелее дается, чем продажа. Все понятно. Вы сами понимаете, разница есть. Естественно, когда сдавали первые корпуса, столько косяков не было, и мы выбирали застройщика, ну, зная то, что он надежный. Вот у моей подруги там работает брат юристом. Ну, вот он и рекомендовал застройщика, но в последнюю очередь, конечно, гораздо хуже. Видимо, материалы худшего качества, и, видимо, люди, которые строили, тоже уехали куда-то в другое место. Ну, еще не здесь они работают. И приехали другие люди. Типа того. Слушайте, ну здесь она классно уютная, потому что здесь, скажем, два здоровых окна. Она очень эргономичная. Мне нравится, что здесь нет сэндвич-панели, поэтому света больше. Здесь тепло. Потому что я вот на улице постоял, наверное, минут 10-15, пока снимал, и, ну, зябко сегодня достаточно. Сама квартира очень уютная, на самом деле, хоть она и студия. Обои красивые мне нравятся. Очень. Цвет такой, к которому все подойдет, такая рогожечка. Очень. Она серо-бежевая, да, или серая? Вот я даже не знаю, серо-бежевая или, ну, серая. Двери, конечно, полный кошмар, они мы уже сделали. Ну, двери, да, здесь такие одни. Ну, мы эти двери будем менять. Слушайте, они из самых недорогих. Мы их будем менять, потому что они… Слушайте, а смотрится-то прилично, я вам скажу. Опять? Опять? Опять они сделали? Да. Ну, вот смотрите. Там они не сделали, да? Опять. А что здесь? А вот что? Ого! Да-да, вот смотрите. Ну-ка, ногой нажимайте, саморез будет выходить. Ногой, ногой нажимайте. А тут даже выходить-то нечего. Да вообще просто… А, он вылазит, потому что он не закреплен. Это что такое? С той стороны еще хуже пронимается. Это что такое? Ну, это значит, кривой пол, скорее всего, я правильно понимаю? А тут дело в том, что у них труба отопления проходит. Если по периметру, можно прижать плинтусами. Здесь плинтусом никак не прижать. Саморезы вкручивающиеся. Ну, как видите, здесь их просто приклеили, даже не вкрутили. Ну, тут саморез-то такое одно название. Он, видите, они его взяли, вот тут отрезали. Видно, что трубу не прошить. То есть этот… Ну, и просто сюда засунули. Я поняла. Это уже не исправить, я так понимаю? Ну, вообще есть нормальные современные порожки, которые можно… Тот же есть алюминий, который можно красиво это сделать. Вот это то, что вот здесь поставлено, это, наверное, одно из самых недорогих решений, что можно найти в каком-нибудь Леруа. Я прав? Было замечание… Да, но тут… К сожалению… Вот это тоже просто… Да… Можно фонариком посветить? Было замечание, что он короткий. Ну, они просто замазка какую-то залили. угол они не смогли запилить под 45 градусов, возможно, из-за того, что стена кривая, вот вам просто видно, аж туда уходит, то есть вот она плоскость не смогли сделать ровно, и в глаза бросается, если, конечно, туда смотреть, а так, когда наверх не сможешь, нормально. Да, вроде бы ничего. Прихожая у вас здесь большая. Да, здесь хорошая, можно шкаф поставить в эту нишу, вообще отличный просто. Тут я бы даже, наверное, знаете, гардеробную можно сделать. Да, да, поэтому... Ну вот, да-да-да, эффекты с обоими тут пишут. Здесь у нас тоже видно, что наличник не доходит. Я на эту дверь говорила, что может они не заморачиваются, потому что я буду все равно менять дверь. Тут даже, например, обратить внимание, что то ли полотно само кривое, то ли это такая установка. То есть, если будет сквозняк, то это вот такой звук будет. Слушайте, а ванна-то большая. А, это, наверное, под пожарное, под пожаротушение. Здесь под стиральной машиной. Вот это я бы поменял бы, она какая-то такая из недорогих, похоже, совсем сделана. Здесь был скол, здесь была плитка битая. Они поменяли, да. Одну плитку. Ну, с затиркой, конечно, они тут сделали, ну, так. Ну, да. Я могу полагать, что вы, наверное, даже лучше за первый раз в жизни, чем они. Как-то, знаете, такое ощущение, что просто у тебя плитка подмазали. Очень торопились. Горозетка была не закреплена, сейчас закреплена все. Молодцы, хоть это сделали. Ну, вот плитка, ну, на мой взгляд, лучше бы белым поставили, но было. Такой на любителя. Ну, вот этот декор, знаете, по мне странный. Либо его отделяют вот на вот таком уровне, да, то есть вот здесь должен быть чуть ниже, либо уж, не знаю, поверху бы пустили. Либо вообще не было. Потому что если зеркало повесить, ну, я не знаю, как-то по мне этот декор, такой бордюрчик тоже не в тему. Вот здесь тоже вижу, что вот они очень много переборщили. Ну, это, в принципе, такая косметика. Мелочи, конечно, но вот видно, да, что если все приклеили плитку, то ли плитка сама кривая, такое бывает, либо руки такие, что вот видно, что выходит немножечко сюда. Вот это вот вроде ровненько, вот это вот. И вот стык, конечно, такой. Ну, тут будут шкафчики стоять, это уже, как говорится. Ну, здесь, например, там запорная арматура не самая дешевая. То есть я скажу, что вот эти кранчики стоят, ну, такие нормальные. Чтобы отстать вообще дешевле, нет. Здесь, например, почему-то, а где лейка? И она вообще будет? Выдарю. А, выдарю. Не воровали. Я так понимаю, их же мастера и воруют. Конечно. Поэтому, ну, не знаю, здесь, конечно, мужчина, блядь ли бы, то душевую поместится, очень узкая. Слушайте, кстати... Будем менять. Зайти можно? Конечно. Ну, как вам? Не очень. Слушайте, знаете, что мешает? В спину бьет... Вот этот кран. Во-первых, смотрите, вот этот закрывачник. Заходишь, вроде места хватает, если бы вот этого крана бы здесь не было. То есть я, получается, в поясницу упираюсь в этот кран. Можно случайно себе поменять с горячим на холодным, или наоборот. Ну, да. И вот здесь, обратите внимание, что вот она не дожимает, и получается, что здесь щели. То есть у меня вода будет литься на пол, и мне придется... Мы будем менять большего размера. А, то есть вы ее демонтируете, поставите другую? Да. А это вам датчика, скорее всего, будут еще дополнительные. Потому что вот эти подключены к системе, а этот будет на батарейках. Дверь приятная, так я скажу. Ну, только один замок, к сожалению. Один замок, да. Зато ночная заглушка есть. Да. Слушайте, а вот здесь есть возможность, вот смотрите, второе поставить. Отлично. Здесь тоже обои повредили. Теперь смотрим на то, как переложили ламинат. Ламинат у нас образуются уступы теперь. Хотя первый раз этого не было. Во-вторых, есть сколы по изделиям. Вот здесь вот скола не видели, они замазали его. Вот здесь вот скол не заметили. А то, что было продувание на балконе, там не устранено? Сразу 14, 13. У нас же там какой допуск? 5-6 градусов, да, перепад? Фильтрация вообще не допускается. Не допускается. Да, чуть-чуть путаете с пониженной температурой. А, я понял. Ну, вот здесь уже нормально. А вот здесь вниз опускаешь и начинается. Да, вот пониженная прямая. То есть, получается, либо створка не нас... Она не прижимается просто. А, не прижимается? Да, просто не прижимается. Качественно. И у нас было, значит, вот одна лампочка здесь, вторая здесь. То есть, для зоны кухни одно освещение, для, скажем, комнаты жилую другое. А здесь они почему-то одну посередине. Самое главное, то, что нам понравился балкон, мы в основном взяли из-за балкона. Здесь из плюсов лючок большой. Вот это здорово. Ой. Да. Ну, а тут еще загрязнение. Загрязнение, да. Чем хороша эта студия, что здесь ставишь кухню. Тут ставятся дела. Да, да. И получается у вас такая нормальная здесь все. Ну, да. 2,73 должно быть? 2,72, 2,73. 2,73. Да, вот как раз хочется видовые характеристики посмотреть. Интересно, стеклопакет сделан однокамерный, широченный. О, здесь уже чувствуется прохладно. Слушайте, здесь расстояние большое. 1,5 метра. Здесь реально можно комнату сделать. 1,5 метра есть расстояние. Для этого это и сделано. Ну... То есть сюда можно поставить просто стеклопакет и все. То есть у вас даже ничего демонтировать не нужно. Света нет, розетки нет. Нет. Как так? Как так можно проектировать, что на такую огромную лоджию вы нифига не вытащили? Ну, как говорится, лоджия в подарок. Лоджия в подарок? Да, лоджия в подарок. За нее мы не платим фарфлата. Ну, вы платите, потому что она по коэффициенту идет не с 100%. Ну, не с 100%. Да, половина она идет. Поэтому, ну, вид, конечно, вообще шикарный в окно. Вид, конечно, здесь красивый. Внизу детский садик. То есть здесь не застроят. Дальше уже линия электропередач. Здесь тоже ничего не поставят. И дальше вот это, ну, понимаешь, что этот вид останется надолго. Единственное, только что, ну, вот гаражи, я даже не знаю, там будут сносить их, демонтировать или нет. Вряд ли. Ну, я что-то тоже полагаю, что вряд ли, потому что железка идет, и какое-то расстояние там должно быть, поэтому она вряд ли снесут. А прикольно, параллодки засунули. Что ты там такой? Такой, как поросячий хвостик. Они там ничего не заводили случайно. Так, вот это шумя. Метр пятьдесят три на четыре семьдесят четыре. Чем меньше вы вкладываете денег в квартиру, понятно, что тебе нужно поставить нормальную мебель, потому что сам где живешь, а все остальное это не важно. Студия вроде бы маленькая, она достаточно функциональная, поэтому мы ее приобрели. У нас изначально была куплена квартира в Ясноянино. Мы ее продали. А почему продали в Ясноянино? Очень далеко. Далеко ездить? До города. Мы купили. Пробки большие с утра? Очень. То есть отъезжаешь от дома, и уже буквально сразу же все остаются. Со двора, да. А сейчас там расцветает, зацветает. Да, да, там сейчас много. А дорог больше не будет, да, там все вот то, что есть. Там очень хороший жилой комплекс, нам очень понравилось. У нас более собаки, но это невозможно. Там нужно быть либо мамочкой с ребенком, либо работать на удаленке. На удаленке, думаю, да. Там была большая, хорошая студия, там была классная студия вообще. И можно было зонировать, и было бы вообще супер. Здесь можно хоть как-то там, куда бедно, за 25, за 30 минут дойти до метро. Моим шагом, но можно. То есть они всеми документами занимались. Процесс продажи и покупки я вообще не заметила. Приехали, подписали и все. То есть мы ту отдали, мы буквально ту. А, то есть вы, получается, к застройщику обратили. Да, да. Вот это интересно, расскажите. Очень у них услуга такая. То есть вы купили в Янина, у КВС. Да, да. Потом решили продать, и что вы сделали? Перед сдачей мы решили ее продать. Обратились к застройщику в отдел вторичной недвижимости. И с девушкой, с менеджером она всю сделку навела. Нашли покупателя через АВИТ или через ЦАН. Девушка приехала тоже с готовой ипотекой. То есть, получается, была переуступка с обременением. И мы, это было как раз перед СВО, все было опасненько. Но у нас все прошло хорошо. И, соответственно, потом уже, то есть она приобрелась переуступка у вас, эта квартира и уже купили. А мы до этого уже забронировали. Вот эту, и она стояла, ждала вас, пока там продали. И мы уже оформили вторую ипотеку. То есть мы, первая ипотека, она еще была не погашена. И вторую мы уже оформили. Но это была разница в месяц. По итогу, получается, квартиру не приняли повторно. Ну, что, естественно, расстраивает, потому что мебель уже готова. Должны привезти мебель. А мебель поставить невозможно, потому что большие дефекты по ламинату. И по итогу их получается больше, чем первый раз. То есть ламинат ходит ходуном, там пустоты. Какой-то ламинат где-то торчит, какой-то больше провален. Поэтому квартиру повторно не принимаем. Однако квартиру очень нравится. И очень хочется уже сопоставить мебель и жить. И балкон красивый, хороший, большой, который позволяет сделать там отдельную комнату. И шикарный вид. Поэтому будем терзать застройщика. Что застройщику хотите сказать? Побольше работников надо. Как я понимаю, у них очень не хватает работников. Поэтому все делается не быстро и не качественно. Побольше кадров. Чтобы, допустим, сюда побольше пригнать работников-строителей. Чтобы они как-то быстрее устраняли. Потому что сроки у них уже более чем поджимают. Я считаю, просто нужно не большее количество сотрудников, а чтобы было нормальное количество именно квалифицированных сотрудников. Которые придут и сделают качественно один раз. И вы не будете сюда полгода ездить и пытаться принять квартиру. Уже неизвестно, будет ли этот ламинат положен лучше или будет третий раз положен еще хуже. Но будем ездить. У нас время есть, мы никуда не торопимся. В межквартирном коридоре здесь у нас, друзья, с вами счетчики на тепло. Открыто. Вот три счетчика работают. Два почему-то то ли отключены, то ли они не работают. Нет никакой информации. Кнопочек я тут не вижу. Можно сдавать показания дистанционно. И тут стяжечку недолили немножечко. Так, в принципе, вроде ничего. Жестко трубу поставили, молодцы. Система пожаротушения. Аналогично нет ответственного. Все открыто, внутри ничего нет. Кроме пыли и грязи. Ну и здесь аналогично. КВС. Видели, да? Ну вообще, они когда передали уже управляющей компании дом по договору во временное обслуживание, здесь должен быть ответственен за пожарную безопасность, здесь должны быть рукава пожарные. Вот если не дай бог сейчас ЧП, что делать? Двери, кстати, смотрятся в общем-то нормально. У меня вопрос к нумерации квартиры. Я бы сделал бы таблички больше. И я считаю, что этот цвет не очень здесь подходит. Я был в Лебограде. Ну как-то надо было чуть больше, чтобы это выделялось. А так смотрится не как-то. Под этот цвет. Да, да, да. То есть вот под этот цвет. А так как она здесь коричневая, может быть они печатали черным, но получилось так на пластике. Но он цвет коричневый. Было бы черным, было бы, наверное, по-другому. Помыть, конечно, не мешает. По мне вот это не сдача. В проекте же навряд ли у них написано мусор и грязь. Ну и сама вот эта отделка тоже. По мне это дешевле нет. То есть они ее там напылили. Комфорт класс. Напылили все. Сюда прижмешься, здесь можно руку себе все ободрать. Вот, друзья, смотрите, написано. Здесь выход. Вот там выход. А где лифты? Где? Где указатель? Вот я здесь первый раз. Так надо там поставить значок лестницы, а здесь то, что лифты. Должны быть указатели, я считаю, что вот здесь по периметру, что лифт сюда. И непонятно, что информация квартир куда, в какую сторону, какие? Указателя тоже нет, да. А он должен, что здесь квартир, то да дурь. Вот здесь целая куча квартир. Здесь целая куча квартир. Переходной балкон. Ух ты, как тут снега-то намело. Соседний литер, соседние дома, школа. За камерой, получается, детский сад. Ну, вот сам двор. Первый этаж вот это все коммерция. Перекресток скоро откроется. Конечно, было бы здорово, чтобы, друзья, вот именно вот эти гаражи бы демонтировали, хотя бы сделали проход, потому что где-то вот там, где пешеходный переход, если не ошибаюсь, там остановка общественного транспорта, и можно было просто туда уходить и ехать, куда нужно. Но здесь, к сожалению, вряд ли, похоже, это кто-то сделает. А из плюсов, кстати, у нас, друзья, есть везде указатели. На каждом лифте сразу видно, какой лифт к тебе едет. Один и вне, и с другой вверх. Вот этот, похоже, к нам и приедет. Здесь, обратите внимание, что достаточно просторно, много места. Если кто-то будет выходить там с коляской, там с мусором, с, не знаю, с посудомойкой, то всегда можно разойтись, потому что здесь большая ширина, это плюс. Они, как, знаете, будут делать узенькие коридорчики, и это достаточно, я считаю, некомфортно. Но большое количество квартир и дома в 25 этажей, конечно, достаточно много. Ну, в принципе, как и в Северной долине. Мы сейчас с вами поднимемся на последний этаж, потому что, как правило, последний этаж бывает очень сильно отличается от ниже стоящих этажей. А вот это, кстати, ламинат, который застройщик, видно, у меня такое ощущение, знаете, остались остатки или бракованный. И вот они его сюда весь пустили. Да, сделано, конечно, очень кустарно. Нет, чтобы нормально зашить, обтянуть красиво баннером, написать застройщик АВС, контактный номер такой-то, управляйка такая, это добро пожаловать до мне. А вот так мы все вам нафигарим. И так, что, знаете, если нужно, в принципе, это, либо ободрать себе одежду, зацепиться со что-то. Либо, кстати, едет достаточно быстро и на первый этаж странно. А нажал на кнопку 25 этажа, а приехал на первый. А жильцы говорят, это здесь нормально. А вот эту пленку никогда не нужно вот так снимать, потому что она цепляется, друзья, вот здесь не надо этого делать. 25 этаж. Выходим. Здесь у нас вид аналогичный, как и на других этажах, никаких ужасных труб нет. Но вот здесь мы видим, что что-то подкрашивали и, конечно, так подкрасили так себе. Коридор аналогичный, который мы видели с вами. И есть вот такая здесь красота. Ну, тут кому как. Не знаю, почему было сразу вот это все красивенько не зашить. Ящики сделать вот здесь со стенкой заподлицо, чтобы было по красоте. Соответственно, вот у нас здесь выход. Открываем дверь. Жалко, что здесь нет стекла. Здравствуйте. А это, друзья, широченный лестничный марш. Тут такое ощущение, что кого-то убивали. Непонятно, для чего пропадает вот это место. Почему? Вот так нельзя было сделать. Очень странно. То, что это 25 этаж, мы видим. Видите, обратите внимание, что это криво. Трафаретом сделали. То есть, цифры находятся на разной высоте. Есть экстренная связь. Горит маячок. Надеюсь, что это работает. Ну, поднимемся с вами выше. Вот такие светильники, как помните, в советских ваннах круглые. Лестничный марш широкий. Ограждающая конструкция. Жеденькая. Но из плюсов линолеум пока не отвалился. Поднимаемся выше. И это у нас уже техэтаж. Вот, смотрите, какие-то низко. А тут у нас открыто. Ох ты. Можно зайти посмотреть. Так, вот здесь, похоже, у них опалубка ушла, чтобы выровнять плоскость. Они сбивали. Вот видите, вот они направление. Механическим путем бетон. Здесь мы с вами видим, торчит арматура незачеканенная. В нарушении норматива вот еще арматура. Здесь они для чего-то сверлили непонятно для чего. Может, просто баловались. Вот, обратите внимание, пожарная безопасность. Вот он. Вот так его надо демонтировать, и все. Но не буду это делать за застройщика. Выход инженерных систем. Мы видим, что все подписано на стяжках, на специальных табличках. Здесь мы видим, что все, весь отработанный воздух выходит отсюда. Чувствуется, что тяга есть. Есть сетка, чтобы не проходили грузины. Ну, мышка, например, пролезет. Остатки стройматериалов. Коробки. Экорол. Техническая изоляция. Коробки у нас из картона. И, соответственно, естественно, это безопасно. Они не горят. Это у нас классический испаритель. Сюда попадает влага. Отсюда у нас выше кровли выходит весь отработанный, друзья, воздух. Если сюда попадет, соответственно, влага, она попадает вот на этот испаритель. Видно, что она уже здесь была. И за счет тепла на тех этаже, она весь, получается, вся эта влага, соответственно, испаряется и идет наверх. Ну, вот видно тоже, да, что плотность немножечко ушла. Опалубка немножечко ушла. Оставили арматуру. А, не арматуру, это крепление опалубки. Оставили арматуру. Здесь сухо. Нигде не видно, чтобы были какие-то протечки. Запах здесь какой-то, знаете, тухлых носков. Неприятно. Я хочу быстрее отсюда уйти. И здесь очень низко. Метр семьдесят, наверное. Теперь смотрите. Вот это у нас обычная штукатурка. Знаете, ее так с поливилизатора сюда напылили. Напылили. Ну, естественно, напылили на гофру, обратите внимание. Могли бы, конечно, закрыть, сделать красивый короб, но ладно. Типа сюда никто не поднимается. Но, в отличие от других застройщиков, здесь хотя бы, знаете, тоже плиточка есть. Стенки штукатурены. Они, как это бывает, поднялись чуть выше и уже совсем другая картина. Поднимаемся вот к выходу на кровлю. Включился автоматический свет. Здесь тоже нигде не видно, чтобы... Даже здесь плитка есть. Чтобы, соответственно, были протечки. О, вот я часто вам говорю. Смотрите. Огнезащита испытана 05.2023 года. Все вот эти ограждающие конструкции испытывают. И вешу такие ярлычки. И на лестницах на кровле тоже аналогично должно быть. Но почему-то в некоторых комплексах я этого не вижу. Ну что, друзья, делаем вставки. Открыта дверь или закрыта? Выход на кровлю. Та-ра-ра-ра. А здесь открыта. Тут у нас тамбур. Здесь открыта. Класс. Из-за того, что здесь перепад... Смотрите, как доводчик работает. Здесь тепло. Здесь холодно. Вот он, конденсат копыт. Вот сюда. То есть дверь, получается, неплотно прилегает. Поэтому тепло выходит. И обратите внимание, вот она просто доводчик не доводит. Как так? Вот у нас с вами кровля. Вот этот выход, который я показывал снизу. Отсюда выходит отработанный воздух. Отсюда отработанный воздух. Это у нас должна быть одна... Смотрите, как течки расходились. Низких точек. Куда, соответственно, в канализацию уходит влага. Вода с кровли. Это у нас тоже выходы канализации. Вот здесь такие конусы сделаны. Есть, конечно, снег. Но все, в принципе, здесь. Кровля достаточно обширная. Никаких дополнительных оборудований, кроме как, соответственно, громкоговорители, оповещатели. Плюс это для авиации. Лапочки, когда темнеет, горит красным. Отсюда что мы можем лицезреть? Ох, как снега много. Красоту. Сегодня вот такая, не знаю, дымка. Или из-за того, что влажно, вот такой весь воздух, как будто снегом все засыпает. И вот, смотрите, о чем я вам, кстати, говорил. Вот у нас лестница наверх. И видно, что она тоже была испытана, потому что здесь есть вот такой ярлычок. Его обычно никто не снимает, потому что он, в принципе, никому не нужен. Испытано тоже 05-23. Скорее всего, той же организации. Угол, получается, металла вот туда заходит. Я не удивлюсь, что этот слой начнет со временем отваливаться. И плюс, обратите внимание, вот она, сетка видна. То есть они здесь не доштукатурили. Конечно, это на квартирах ваших не отразится. Но со временем здесь будет отваливаться штукатурка, и вам придется платить за это деньги. Поэтому рекомендую сразу обратиться к застройщику по гарантии. Здесь у нас тоже выход каких-то инженерных систем, труб. Какая-то вентиляция, наверное, чего-то дополнительного. Потому что основная вентиляция с квартиры, это вот выход. Герметиком тут не прошлись. Здесь стоит все на заклепках. Но, видите, тепло выходит, и снег тает, образуется лед. Скользко-то как. Желтый кружки, это грибки видны. Так, что у нас тут? Ну, тут вроде получше. Не так много, кстати, оборудования на кровле. Ну, тут, в принципе, больше смотреть, друзья, нечего. Но зато вы знаете, что вы всегда можете выйти на кровлю и подышать с 27 этажа свежим воздухом парнаса. Во дворе мы с вами видим скамейки, урны, какие-то зеленые насаждения, как я вам уже показывал, завернутые, видно, чтобы сохранились, не замерзли. Кустарник, надеюсь, там есть трава под снегом. Что у нас? Стеклопакеты. Высокие два дерева. Нет, четыре дерева. Здесь у нас, друзья, обход в подвал. И здесь кладовки для жильцов. Понятно, все в снегу. Тут придираться никакого смысла нет. Снега было дофигища. И здесь, соответственно, что? Для того, чтобы вода уходила, здесь есть технологическое отверстие. Виден там лед. Ну, надеюсь, что потеплее станет и все, соответственно, удело. Потому что пока холодно, вода, соответственно, не будет уходить. Заходим сюда. Чтобы можно было точно пулемет Максим затащить. Окна. Ну, понятно, подвал, наверное, поэтому здесь нет никакой отделки. Экономят. С трубы выходят провода. Какая-то слаботочечка. Закрыто. Здесь мы видим погружной насос. Мы видим поплавок. Видно, что вода уже давно стоит. Странно, что не откачала. Хотя, видите, он подключен к розетке. Ну, это вообще, да, сами оцените. Кирпичиками приперли. Эта ручка, наверное, не испачкаться. Здесь закрыто. И вот непонятно, где указатель-то. Куда идти? Сюда, наверное. О, капец какой. Ну, это реально, друзья, подвал. То есть сказать, что это здесь кладовки, тяжело сказать. Ну, то есть понятно, что они есть. Ну, заходишь просто в обычный подвал. По вот этому белому бортику видно, что здесь стояла влага. Видно, что есть тепло-шумоизоляция. Коробки. Странно, что это здесь хранят. Свая. Так, здесь у нас водичка. И непонятно только откуда она здесь. То ли из соседнего помещения, то ли из труб. Тут у нас утеплитель, пенопласт. Тут еще куча утеплителей. Ну, такое хранение. Люки, на всякий случай. Ну, тут, конечно, так себе сделано. Я видел, когда намного это все красивее. Тут тоже следы воды. Тут, скорее всего, где-то из труб, когда проверяем. А, вон, кран торчит. Может быть, с него. Тут у нас открыто. А это у нас, друзья, ИТП. Индивидуальный тепловой пункт. Здесь очень тепло. Вот они, теплообменники. Очень странно, кстати, что здесь классная эффективность А. Они почему-то даже не закрыты теплоизоляцией. Обычно их закрывают, чтобы меньше были потери тепла. Большое количество оборудования. Все работает. Ну, странно, да, понятно, что открыто. Сюда вообще должно быть все закрыто, чтобы никто не мог пройти. Потому что, не дай бог, кто-то что-то сделает или что-то повредит. И это чревато последствиями. А, вот они кладовки. Значит, здесь уже, видите, какая-то есть отделка. Вот по этим следам видно, что здесь стояла влага. Ну, вот выходишь сюда, и здесь просто обычный подвал. Почему здесь нельзя было сделать красиво, там все зашить, чтобы людям было приятно ходить, честно говоря? Непонятно. Так, дверь открыта. Здесь у нас один лифт, который идет вниз. Я, видно, на этот лифт не попал. Приятно, что кладовкам есть доступ, что можно спуститься на лифте. Но мне приятно, что ты ждешь с коробкой, к примеру, да? Зашел в подвал, что-то тащишь, выходишь из своих кладовок, тебе нужно просто открыть дверь. Почему было просто не оставить проем? Не знаю, может быть, конечно, какой-то мотив пожарный есть. И вот мы идем, и на высоте примерно двух метров, чуть метр девяносто, вот уже вот эти трубы. То есть можно, кто чуть выше, голову рассадить. Здравствуйте. Чуть повыше ростом вы будете заденеться. Да, да. Вот вы не заденете ее. Я не задену. Я подкреплю к вам, вы не задену. Здесь теплоизоляция. Да, что-то с ней случилось. Она сваливает, она ее подкрепит. Надеюсь, что подкрепит. Она задевается. Здесь мы видим тоже, что, скорее всего, опалубка ушла, или был бугор, они вот эти сали. Вот видите, тоже, да, все вроде просто. То есть взяли просто зеленой краской, а красили просто бетонный. Уже совсем другой вид. Просто совсем другой вид. Ну вот сюда выходишь, тут плитка есть, а тут дальше нет. То есть нормально, по бетону дальше ходите. Так, вот здесь, наверное, тоже кладовки, да? Так, закрыто. Не хватает реально указателей. Я пока не вижу кладовок, но вижу, что вот здесь большое море воды. Видите, вот прямо до самой верха, до решетки. Вот он поплавок торчит. Но насос-то должен давно уже был сработать. Почему он не работает, честно говоря, непонятно. То ли отключили, то ли так все сделано. Ох, как здесь тоже тепло. Это еще один тепловой пункт. Здесь запах такой странный. Да. Вот она, теплоизоляция. Так и должно быть. В классе многоэффективности, а не на трубах, а вот так висеть. Ну, это потом они, конечно же, сделают. Дом же новый, недавно сдали. Так же обычно говорите. Какой-то вонище, как будто, я не знаю, здесь дизель какой-то работал. Блин, так горячо, аж дверь горячая. И обратите внимание, что ничего не подписано. Где, чего, что фиг поймешь. Я уже реально заблудился. Не помню, даже откуда выходил. А, вот оттуда я шел. Кабельное телевидение movie.ktv.ru Так, еще один приямочек у нас. Главное, вниз не упасть. Здесь мы тоже видим отверстие. Понятно, что сейчас это все на улице замерзло. Ничего страшного нет. Декоративная отделка искусственным камнем. А, вот здесь, наверное, кладовки. Да, вот они, друзья. Туда я пошел. Ну, а вот здесь тоже видно, что большое количество воды. Вот они, кладовки, просто за сетками. Блин, тут смотрится тоже как подвал. Неотмытая дверь. Ну, я, честно говоря, вообще не впечатлился. Почему так делают, непонятно. Почему нельзя было сделать сразу красиво. Чтобы не было ощущения, что это 100% советский подвал. А что это современный российский подвал. А здесь уже лестничный морс. Да какой красивый. Обратите внимание, как вот здесь круто. По сравнению с тем, что мы видели в соседнем приямочке. Обратил внимание, это биокабинка для обычных людей, для строителей. А это, наверное, для бригадиров и инженеров. Трактор-то я смотрю где-то часа за полтора. Быстренько тут раскидал снег. Потому что все было завалено, почистили. Уже приятно. Из плюсов, конечно, здорово, что высокие хотя бы деревья. Хотелось бы, чтобы побольше их было. А, кстати, вот, да, по периметру есть деревья. Достаточно высокий, посадил застройщик. Камера видеонаблюдения. Это, видно, временно, строительные. Вот деревца идут. Ну, все. Вышки электропередач, гаражи. Там, дальше, синее здание, это депо, которое никто не демонтирует. И станция метро Парнас вот туда идти. Лучше всего понимать, что здесь проблемы с социальными объектами, это когда вы видите, что в новостройках открываются ясли сад. Для детей от полутора лет. Потому что мест на всех не хватит. В лесу родилась елочка и в КВС жила. О социальной доступности комплекса я уже рассказал в своем первом видео, когда снимал этот жилой комплекс и еще шла стройка. Для вашего удобства ссылку на видео оставил в описании к этому видео. Так что проходите и смотрите. К плюсам комплекса, конечно же, можно отнести это транспортную доступность. Это я, друзья, про станцию метро Парнас. Но учтите, в часы пик там достаточно плотно. Когда вы выбираете квартиру для инвестиций или жизни, это две разные квартиры. И где-то можно смириться с минусами, а где-то этого делать не стоит. Нужна помощь с выбором недвижимости. Оставьте заявку на Андрея Артемов.ру или напишите в мои соцсети. Они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА